В здоровом теле здоровый дух. Утро после празднования Дня города началось с зарядки, а провели ее для жителей известные магнитогурские спортсмены. Мероприятие посетило около 300 человек. Побывал на нем и наш корреспондент. Утро воскресенья началось с упражнений под открытым небом. Семья Абдуловых старается посещать все городские мероприятия. На утреннюю зарядку запланировали прийти еще месяц назад, ведь у них спортивная семья. Мама занимается фитнесом, дочка танцами, отец дзюдо, сын акидо. На сцене участники российских и международных соревнований по различным видам спорта. Это и легкая атлетика, и бодибилдинг, и плавание, даже пауэрлифтинг. Задача – научить всех желающих правильно выполнять те или иные упражнения. Алла Масина работает в фитнес-центре. За неделю проводит по 15 тренировок, но такая массовая – впервые. К слову, именно Алла в том году приняла участие в программе «Русский нидзи» на федеральном канале. Это было направление «Боди-комбат». Это аэробная тренировка с единоборствами, бокс, кикбоксинг, часовая тренировка на проработку верхнего плечевого пояса, вообще всего тела. Самое главное – повторять. Ничего страшного, что не получается. Это нужно время. Хореография тоже запомнится. Людям было непривычно, конечно, но они молодцы. Было не легко, но они держались, терпели. Среди спортсменов – Екатерина Зайцева, мастер спорта по пауэрлифтингу. Сначала занималась легкой атлетикой, а теперь – различными силовыми упражнениями. Ее лучший результат по жиму штанги лежа – 202,5 килограмма. Сегодня она пришла для показательного выступления. Я установила рекорд России по толканию гантели – 55-60 килограмм. Следующее у меня будет упражнение – локлифт, или по-русски бревно. Толкание за минуту буду толкать. И тяга хаммера туда-обратно. К слову, автомобиль, который толкала Екатерина, весит 4 тонны. Такое спортивное мероприятие в Магнитогорске стало первым в своем роде, но не единственным. Есть оказ президента, который говорит о том, чтобы граждане России к 2024 году занимались спортом, постоянно остановили массовым – 50%. У нас в городе Магнитогорске сейчас – это 39%. Мы не гонимся здесь за статистикой, мы все-таки за здоровый образ жизни. Цель такого мероприятия – развитие массового спорта. Зарядка с профессионалами продолжалась около двух часов. Мелада Ивольдина, Артур Зинбаев, информационная служба, медиагруппы «Знак».